Лидеры трёх стран обсудили все условия взаимовыгодного сотрудничества и, как сообщил сегодня по окончании встречи с журналистом Александр Лукашенко, уже 8 мая главы трёх государств встретятся в Москве. Планируется вновь вернуться к тем вопросам, которые обсуждались сегодня. Ориентация на то, чтобы наш внутренний рынок заполнить собственными товарами, это вопрос номер один. А также снятие тех барьеров, которые не то что существуют, а порой возникают у нас. Этого тоже быть не должно. Тогда проще будет и наращивать товарооборот. Мы также обсудили проблемы с вступлением Киргизии в наш экономический союз. Подтвердили своё непреодолимое желание, чтобы вновь вступающие в наш союз придерживались тех классических принципов, которые нами были выработаны втроём. Мы договорились, что мы встретимся 8 мая в Москве. Найдём время, Владимир Владимирович нам пообещал при всей занятости в Москве из-за перегруженности повестки дня. Мы найдём время для того, чтобы на уровне глав государств нашего союза обсудить решения тех вопросов, которые были оговорены сегодня. Но до этого правительства по всем конкретным вопросам должны встретиться и принять конкретные решения. Мы не оставили без внимания актуальные вопросы политической повестки дня. Пусть даже с уклоном на экономику, но мы обсудили эти вопросы. Обсудили ход процесса урегулирования ситуации на Украине и ряд других проблем. Итогом нашей встречи стало совпадение позиций практически по всем направлениям дальнейшего взаимодействия. Мы не обошли вниманием процессы развития евразийской интеграции, инициаторами, которые выступили Россия, Белоруссия и Казахстан. Вместе мы создали таможенный союз, сформировали единое экономическое пространство, устранили большинство таможенных и административных барьеров. А с 1 января 2015 года начал действовать Евразийский экономический союз. В ходе переговоров, конечно, речь шла о ситуации на Украине. Хотел бы отметить активное участие Настана Бишича и Александра Григорьевича по содействию в урегулировании данной проблемы. Благодаря достигнутым в Минске 12 февраля соглашениям появилась реальная возможность для поэтапной деэскалации вооружённого конфликта. Очень рассчитываем на то, что власти в Киеве будут полностью исполнять достигнутые в Минске договорённости. Договорились развивать торгово-экономическое инвестиционное сотрудничество, поручить правительствам, чтобы возникающие вопросы снимали. И правительствам мы поручим проработать, чтобы возобновлено было рост объёма взаимной торговли. Мы также договорились продолжить практику таких неформальных встреч деловых, чтобы обсуждать и принимать оперативные решения по реагированию на кризисы, которые мы видим. В этом году будут несколько встреч ещё. Год очень насыщенный событиями. Это 70-летие победы в Великой Отечественной войне для всех, для нас очень важный. Мы примем участие в Москве в этих мероприятиях. Казахстан является председателем СНГ. Мы осенью приглашаем глав государства СНГ принять участие здесь, в Астане. И как только что стало известно, рабочий визит президента Беларуси в Казахстан завершился. Борт номер один направился в Минск. Продолжение следует...